Путина Рамзану Кадырову Путина Рамзану Кадырова Честно говоря, я даже не знаю. Я не очень люблю рассуждать на эти темы, на самом деле. Потому что, ну, не знаю, даже если он это сделал, что мы уже сделаем с этим? А вы вот предположить можете, за что? Честно говоря, не знаю. Не разбирала никогда этот вопрос. Рамзану Кадырову? Я не читал статус, не знаю. Это в 2004 году? Ну, не знаю. Ну, Герой России дается за совершение подвига, либо какого-то экстраординарного действия. Ну, в чем это такое? Какой подвиг он совершил? Ну, мог каких-нибудь там террористов в большом количестве уничтожить, вражеский штаб захватить. И вот какие там бывают. Либо военные подвиги, либо, может быть, какой-нибудь по мирному регулированию. И там, когда там у них боевые действия закончились, наша бригада где-то в 99-м оттуда вышла. Знаешь, где-то в 2000-м. Потом была вторая чеченская. Я понимаю, в 99-м, вот я помню, я служил в армии после нее уже. Не знаю. Ну, не помню, я вот не интересовался. За то, что он считает его достойным человеком. Он его сыном считает? Нет, нам вряд ли. Он сам об этом сказал, что он ему как сын. Ну, это образное выражение. Скажите, пожалуйста, за что Путин Рамзану Кадырову дал Героя России? Даже не знаю, за что. Мне кажется, что... За должность, наверное, какую-то. Предположить, задолженность? Предположить вы можете? Нет, не могу предположить. Я не знаю, за что. Не знаете, да? Пока еще нет. Это в 2004 году было? Нет, не могу. За то, что Рамзан Кадыров Герой России. Это мое такое. Я сам здесь Ленинградское и Суворовское военное училище закончил. Военное высшее училище и военную академию. И меня такими вопросами сбивать не надо. Я закончился. Потому что Рамзан Кадыров поддерживает сейчас Россию, укрепляет южные рубежи России. Он в 2004 году ему дал это звание. Героя? Да. Ну, у Савлов Павла Кадыров знаете эту притчу. Когда человек был против России, а потом стал героем России. Он защищал интересы России. И сейчас его сын это продолжает. Без комментариев можно? Вы не знаете или отвечать не хотите? Не хочу отвечать. Знаете, да? Ну, догадываюсь. И еще один вопрос не про него. Ну, за лояльность и дал. Это же после войны всех этих было. А Гагарину за что дали герой России? Гагарину, вы считаете, не надо было давать. Я имею в виду космонавта или какой-то еще? Космонавта. Вы знаете, я полагаю, ему надо было не только героя Советского Союза дать. Наверное, медаль Конгресса США он достоин. Ну, вот это равновеликие фигуры? Безусловно, нет. Гагарин, он герой. А Кадыров просто лояльный человек Путина на Северном Кавказе. Вы адекватно оцениваете действительность? Я, да, но действительность сейчас немного неадекватная. Но я стараюсь себя оценивать адекватно. Да. Я нет. Я вообще неадекватно оцениваю, что происходит в стране. Поэтому, как бы, если эти разборки... Ну, как посмотреть? Смотрю, что вы имеете в виду под действительностью. Действительность? Ну, да. Ну, наверное, да. Адекватно. Да, наверное, так. Ну, спрашивая вопрос, адекватно ли я оцениваю действительность, не забывайте уточнять, адекватно чему? Ну, в принципе. Ну, да, я психически нормальный, как я полагаю. Но обычный человек, да. Да, конечно. Да. А что именно? В общем, вот как вы себя оцениваете, адекватный вы человек или нет? Ну, да, адекватно. Я не очень слежу за политикой. Но то, что сейчас в мире творится, что-то меня несколько смущает. А если вы имеете в виду наши отношения с США и Западной Европой, ну, и с Восточной в том числе тоже. А внутренняя политика, внутренняя ситуация в стране? Внутренняя ситуация точно такая же, как в 90-х и в нулевых. Сейчас, может быть, немножко получше, но хорошего тоже не очень много. Действительно, это интересный вопрос. Петр Алексеевич, адекватно? Адекватно. Ну, в принципе, да. Я думаю, что неадекватно. Неадекватно? Да. А почему? Ну, потому что мы думаем одно, делаем другое, поступаем по третьему. Продолжение следует...